1830 лет спустя, после этого события, наш Спаситель, Господь, сойдя на эту землю, был заклан, как жертвенный агнец, во исполнение завета, во исполнение той клятвы. И именно поэтому нам сказано Иоаннам, что Бог возлюбил мир так, что что сделал? Что отдал Сына Своего Единородно. Кто клянется? Бог здесь, здесь с Авраамом не говорит ни одного слова. После всех вопросов, которые Авраам задавал, нам сказано, в тот день заключил Господь завет с Авраамом. Вы знаете, вот это слово, заключил завет, это древнееврейское слово, в буквальности написано, разрезал Господь завет. Так в оригинале сказано. Завет, это очень важно, потому что очень часто, очень часто мы делаем такие мудрствования богословских. Завет – это договор между Богом и человеком. Слышали такое? И кто с кем договаривался? Что они сидели за столом переговоров? И человек говорил Богу, а-а-а-а, это меня не очень устраивает. Нет. Завет, который дает нам Бог, он его режет. По своему живому. Гвоздями. И копьем, и терновым венцом, и плеткой с гвоздями, с кошками. Вот это так раззарезал завет свой с нами наш Господь. Что от нас требуется? Нас требуется сказать «да». Нас требуется сказать «да». Вы знаете, что точно такое же слово по отношению к завету, оно точно такое же употребляется к клятве верности во время бракосочетания. Когда молодые люди, мужчина и женщина, как говорят у нас юридически сегодня, оформляют свои взаимоотношения, в Библии они заключают завет. Там никто никого не режет, но там дается клятва. Клятва верности. Такая же клятва, которую дает нам Господь в своей верности, точно такой же клятвой должен клятся жених невесте. А что, невеста должна ответить? Она должна ответить «либо нет, либо да». У нас есть выбор. Бог нас не принуждает. Мы можем ответить «либо нет, либо да». Но клянется жених. Жених приходит к невесте во время сочетания и говорит ей «отныне ты свята для меня». И если невеста говорит «да», значит она становится запрещенной для всех других мужчин, кроме того, которому сказала «да». Точно так же и здесь. Посмотрите, первая заповедь что говорит? «Да не будет у тебя, чего? Других богов. Только единому Богу мы верны». Мы сказали «да». Интересно, что очень часто пророки говорят об Израиле, как о жене. И когда Израиль нарушает заповедь, будь то вторая, или четвертая, или третья, кака угодно, или даже восьмая, что угодно. Бог говорит Израилю «ты прелюбодействуешь». Вы меня когда-то, я спросил, праведный или грешный? И мне многие сомневаются. Слушай, у нас так, праведный или грешный? Я сказал «нет». У грешного противоположное безгрешное. А у святого или у праведного что противоположное? Знаете? Прелюбодейный. Мы можем быть верными Богу, может быть неверными Богу. Почему я об этом говорю? Что-то очень важно. Знаете, когда между молодыми людьми имеется отношение, то есть два таких момента, которые мы часто не понимаем. И это касается крещения. Знаете, когда подходит парень девушке и говорит «выходи за меня замуж». Она говорит «не знаю». Подумает. Подумает. Проходит время и говорит «выходи за меня замуж». Понимаете? Понимаете? Третий раз не подойдет. Третий раз этот человек верующий, если он верующий, он скажет «о, может быть Бог мне эту девушку не посылает?» Мудрый парень. И отошел от девушки. То есть, точно так же взаимоотношение с Богом. Бог подходит к нам и говорит «заключишь ты с нами завет?» А мы говорим «ааа, не знаю, я боюсь, что я не выполню». Что ты боишься, что ты не выполняешь? В браке что? Если я подхожу к моей невесте, и она бы сказала «я боюсь, не выполню», что это означает? А, значит у тебя есть другой парень? Или ты планируешь гулять? Да? Ну это же понятно, что все, до свидания. Ну кто ж такой брак будет заключать? Понимаете, как мы зачастую, когда боимся Богу сказать «да», это вот это означает? Да, но мы же грешные! Валерий, мы все грешные. Вы знаете, в супружестве, ну, кто из нас? Мы с Ириной уже семнадцать лет живем, кто больше. Наверное, есть кто больше, да? Больше, да? Ну, между супругами и бывают размолвки? Семне кто-то подойдет и начнет заливать, что шестьдесят лет, понимаете, мы тут прожили и ни разу не поссорились, но я буду вот так лапшу с ушей снимать. Но одно дело поругались жена с мужем, другое дело хлопнули и развелись. Понимаете разницу? Точно так же и с Богом, жизнь с Богом, мы будем, Бог будет нас воспитывать, Бог будет нас учить, Бог будет нас вести, но Бог не навязывает нам себя. Пока мы не скажем да, Бог будет терпеть, но это не будет отношения. Есть такие пары, которые друг с другом по десять лет встречаются, но зачастую мы смотрим на такие пары и думаем, ну шо это за отношения? Ну шо это такое за отношения? Десять лет, понимаете? Ну Бог терпеливый, Бог не мальчик молодой, который там понимает, и Бог будет терпеть, но вопрос, что с нами будет? Что с нами будет? Потому сегодня мы являемся свидетелями того, как наш дорогой брат Виктор выходи, дорогой, праздник, наша дорогая сестричка Оксана скажут Господу да. Господь поклялся им. Господь, как и за нас, пролил свою кровь, чтобы дать всем нам благословение завета. Бог хочет услышать да. И сегодня они будут говорить да. Вы знаете, для меня это особенно интересно и Виктор и Оксана из Тернопольской области, да? Я был всего один раз в Тернополе. Но я знаю, как в Тернополе очень зачастую вот среди проповедников на Украине Тернополь считается самым тяжелым местом для проповеди Евангелия. Люди там привязаны к традиционным устоям семейным, да? Вот. И удивительно нашей церкви Володи из Тернопольской области Господь выводит сюда в Америку, чтобы люди познали истину. Правда? Игорь. Игорь, да. То есть Господь так действует. У него есть план для каждого из нас. Зачастую ему надо нас снять с наших родных мест. Как Бог снял Авраама с родных мест. Чтобы мы могли познать Его. И сегодня перед всем собранием мы хотим услышать как по Библии сказано Аврааму веру. вы знаете вера это первый шаг к крещению. Евангелие от Марка 16 глава последний текст говорит кто будет веровать и креститься спасен будет. Да? То есть вера без веры невозможно креститься. нужна вера. Как Авраам веровал Богу так и в Новом Завете Господь хочет чтобы мы уверовали и когда у нас есть вера может быть мы еще не все совершены до конца. Ведь у нас есть твердая вера мы понимаем то тогда как сказал Филипп Ифиоплянину вот вода что мешает нам если веруешь. Поэтому я хочу вам дорогие мои сегодня задать несколько вопросов. Первый вопрос веруете ли вы Всевышнего Бога Отца Сына и Святого Духа? Аминь. веруете ли вы в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа который умер за ваши грехи? Веруете ли вы что Иисус пролив на Голгофе за каждого из нас кровь полностью прощает вам все ваши прегрешения и вы начинаете жизнь с полного чистого листа? Аминь. Веруете ли вы что Библия и только Библия является Божьим откровением и мирилом всего стандартом всего что есть верное что не верно? Принимаете ли вы записанный Библии священный Божий закон который Бог написал на скрижалях своим перстом десять заповедей включая четвертую заповедь говорящую о святости субботнего дня? веруете ли вы в библейские принципы здорового образа жизни в частности о том что наше тело есть храм Духа Святого и что мы в наше тело ничего не должны класть вредоносного для нас наркотики алкоголь нечистая пища веруете ли вы в то что Иисус является вашим первосвященником на небесах и является ли его скорое предшествие вашей надежды? желаете ли вы принять водное крещение через полное погружение в воду? дорогая церковь вы слышали это свидетельство а сейчас вода находится в озере Цюрик и мы все вместе направляемся на это озеро где мы совершим святой торжественный обряд водного крещения помолимся господа всемогущий творец мы славим тебя за решение наших дорогих брата Виктора и сестра Окса за их решимость следовать за тобой и мы видя их пример вспоминаем о наших решениях которые мы принимали за тебя господи желаем перепосвятить тебя себе во имя Иисуса и его пролитой крови аминь спасибо Марине за пение которое как раз очень хорошо подходит к тему проповеди знаете кто-то может сказать о том что я лицеприятен когда у нас был Крисмас то мы говорили о его языческих корнях а когда дескать еврейские праздники то мы их подчеркиваем но я хочу сказать вам что то что о чем мы проповедуем здесь оно не является чьей-то национальной традицией оно не является достоянием культуры какого-то одного народа это является достоянием Божьего откровения которое Бог изложил на страницах священного Писания мы с вами цель того что мы проходим на этих праздниках в эти дни это не попытаться скопировать что происходит в синагоге а то не попытаться точка в точку исполнить какую-то традицию надо не попытаться переделать чью-то культуру под чью-то культуру надо попытка открыть для себя через символы записанные в Библии истины плана спасения дайте вспомним что мы делали на протяжении практически этого года в апреле месяце мы провели с вами пасхальный седр помните и говорили о том что Иисус проводил этот пасхальную вечер с учениками своими вы говорили о том что пасхальный агнец о котором пишет нам книга исход 12 глава символизирует кого кого голговскую жертву Иисуса мы говорили с вами о том что то что в Египте происходило это было прообразом через который Бог учил не только еврейский народ но и все народы одной очень важной истине истине о заместительной жертве даже сегодня в детской истории и вчера в проповеди в прошлую субботу мы говорили о том как истина как идея заместительной жертвы за наши грехи красной нитью проходит через всю Библию мы не можем просто сказать а почему Бог нам не может взять и простить забыть то что мы сделали это факт и кстати говоря сегодня эта тема она ответит на эти вопросы но это факт Бог не может просто так сказать хорошо ты согрешил ты попросил меня прощения хороший мальчик иди больше так не делай Бог этого не делает Бог показывает что любой грех и его прощение возможно только через пролитие крови и в течение полутора тысяч лет когда существовал храм на земле святилище Бог показывал каждому израильтянину что без пролития крови Агнца получить и прощение греха невозможно и Пасха является именно этим символом мы в июне месяце вы помните имели день Библии то был на мы имели выставку Библии показывали свиток Торы и это было приурочено к дню пятидесятницы потому что именно в этот день на 50 дней спустя исхода Бог даровал священное писание даровал 10 заповедей то есть фактически пятидесятница в Торе это годовщина дарования 10 заповедей а что в книге деяния апостола в этот день произошло излитие святого духа интересно можно так сказать и христианские богословы говорят о том что день пятидесятницы в Торе на горе Синай это начало церкви Ветхого Завета или Старого Завета в Новом Завете день пятидесятницы это начало церкви Нового Завета если вы посмотрите и об этом говорит тоже один очень уважаемый мной человек мой когда-то преподаватель кто в Эндресе тот его знает это профессор университета Эндреса доктор Дэвидс он когда-то прочитал проповедь еще в Заокске это было лет двенадцать назад но она врезалась в мою память он говорит он был впечатлен тем что узнал как атеистические власти сажали верующих в тюрьму и забирали у них Библию он говорит если бы я попал в тюрьму где бы мне запретили бы Библию и у меня была возможность бы как-то протащить где-то за голенищем одну страницу то я бы взял Левит 23 главу потому что эта глава она рассказывает о всех этих божьих праздниках и говорит через это я знаю план спасения я знаю куда меня Бог приведет через вот эти символические праздники это не просто национальные праздники это великие символы плана Божьего спасения и кстати говоря то чем сегодня отличается наш разговор о праздниках и о Йом-Кипуре будет серьезно отличаться потому что основно если вы придете в синагогу на служение Йом-Кипура то там будет много разговора о покаянии и молитва о мертвых будут вспоминать умерших родственников есть специально такое служение называется Ескор и вот многие люди многие евреи они никогда не приходят в синагогу но они на Йом-Кипур приходят в синагогу несмотря на то что во многих синагогах именно на это служение ты не можешь попасть без билета а за билет надо платить но люди это делают знаете почему потому что они как раз приходят там много частей литургических но они как раз приходят тогда когда идет молитва поминания умерших Ескор но Библия не говорит о умерших Библия учит нас не смотреть назад в этот день а смотреть вперед я не говорю о том что нам нельзя помнить наших умерших но Йом-Кипур это не о памяти тех кого с нами нет это о том что нас ждет впереди чего мы ожидаем что нам Господь приготовил так же так же как Пасха и Пятидесятница весенние праздники фактически отражают начало начало истории христианской церкви точно точно так же и осенние праздники рожа шана праздник труп Йом-Кипур день искупления отражают то что ожидает верующих людей в конце времени что же такое Йом-Кипур это очень важное слово Кипур я хочу чтобы мы прочитали об этом слове что оно означает в книге Левит 10 глава 17 текст книга рассказывает нам о такой неприятной ситуации которая произошла с сыновьями первосвященника Аарона на Аднодавом и Авиудом они были священниками тоже в храме и будучи в нетрезвом состоянии они решили принести жертвенный огонь в святилище что с ними было помните они были умерщвлены но естественно что произошло практически священники отказались служить в храме не испугались мы боимся туда зайти нас Бог там убьет и получалось так люди приносили в храм жертвы за грех но когда грешник приносит жертву за грех должно происходить очень интересно об этом в книге Левит 4 глава написано грешник должен заколоть этого агнца или чего только жир внутренний сжигался на жертвеннике все же мясо должно было быть занесено внутрь храма и там стояли котлы и священники сыны Аронова их было много все потомки Арона автоматически были священники вот кто там находился там там было 12 черед 12 смен то есть священник служил в храме во святилище 2 недели в году и вот кто там находился значит им поступало это мясо они его разрезали они его кидали туда варить в котел и потом ели без соли без ничего ужасный вкус скажу вам вообще вареное мясо очень невкусное а еще если соли там не положить и специи а если это козлятина а баранина она жирная то есть малоприятно зачем это нужно было а вот Моисея объясняет им потому что они отказались им нужно было там внутри они сидят возле жертвенника и боятся войти думают что их Бог умер и Моисея объясняет Левит 10 17 почему вы не ели жертвы за грех на святом месте ибо она святыня великая и она дана вам чтобы снимать грехи с общества Израиля и очищать их пред Господом вот это слово очищать это еврейское слово кипур то есть процесс кипура это процесс снятия греха вот что такое Йом-Кипур это об этом нам написано книги Левит 16 глава и 30 текст нам здесь сказано смотрите да будет сие постановление вечное в 7 месяц 10 день месяца а как раз сегодня так получилось что это как раз 10 день 7 месяца по библейскому лунному календарю написано смиряйте души ваши ибо в сей день 30 текст очищают очищают вас чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших чтобы вы были чисты пред лицом господа понимаете это было служение при котором с человека с общества израилева снимался вот этот грех что значит снимался грех это очень важно как это понять снять грех в чем наша проблема зачастую наша проблема как верующих людей я не знаю есть ли у вас эта проблема посещают ли вас такие мысли что за то что то что вы сделали вам кажется что бог вас не простил вот такие мысли и в некоторых христианских религиях есть даже такие простонародные выражения замаливать грехи что под этим подразумевается типа надо что то такое сделать знаете по как то прогнуться перед господом так чтобы он наконец простил а как вы думаете трудно ли богу простить нам наши грехи или бог злопамятный понимаете очень часто складывается человек мне приходится иметь с этим дело приходит человек говорит ой я сделал то что бог меня не может простить что значит бог тебя не может простить это богохульство значит ты говоришь что бог злопамятный это у человека только бывает я не злопамятный но у меня очень хорошая память да 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 что то в этом роде понимаете бог не злопамятный проблема в том что прощение это только первый этап решения наших проблем это только первый этап решения наших проблем да без прощения мы не можем двигаться дальше человек придя к господу должен признать себя грешником если человек это не делает то тогда разговора вообще не о чем приходится сталкиваться с людьми и в этом проблема зачастую знаете есть такие две крайности которые встречаются часто приходится такой вот знаете хорошая такая человек часто мне что-то на память приходит одна женщина вот не знаю жива она или нет хорошая женщина всяко заговоришь с ней о Боге она говорит ну вот я не понимаю ну зачем я должна каяться ну ну что я плохого сделала понимаете такое есть мы не понимаем что мы унаследовали нашу грешную природу мы не хотим признать наш грех мы не хотим его признать без этого никуда но как в математике для тех кто может когда-то помнит есть необходимое условие а есть достаточное условие признание греха это необходимое условие без этого вообще разговора быть не может но достаточно все ли что мы признаем грех и скажем ну господи прости я пока я каюсь я признаю я вот такой это решит проблему как вы думаете а легко ли прекратить понимаете иногда когда человек что-то страшное делает ему немножко легче потому что когда человек делает какой-то страшный грех он долго мучается совестью потом наконец он принимает божье прощение и вопрос закрыт намного тяжелее когда у нас есть грешные наклонности грешные пороки грешные привычки то что нас держит и то с чем мы живем вот здесь нам нужно больше потому что если мы гневливы то мы можем сказать господи прости но пройдет кое-то время и нас опять что-то выведет из состояния равновесия мы опять взорвемся большинство грехов которые мы делаем это наши аддикшнс пристрастия и пристрастия могут быть не только к алкоголю и к наркотикам к сожалению а человек оказывается такой грешный что может пристраститься к чему угодно и это может овладеть в этом проблема в псалме 20 в псалме 18 написано от умышленных моих убереги меня дабы грехов дабы не возобладали мною и вот здесь нам нужно избавляться и вот здесь где нам нужно больше чем каяться покаяние это первый шаг а второй шаг очищения нам нужно снять с себя эти грехи нам нужно отдать эти грехи кому вопрос смотрите как Моисей здесь говорит ибо это есть великая святыня далее вид 10 17 она есть великая святыня и дана вам чтобы снимать грехи сообщества Израиля фактически что происходило в освятилище в освятилище происходил вот этот символический ритуал при котором грешник который приносил жертву агнца он перекладывал свои грехи на него но перво но священники потом что делали они съедали это мясо фактически символически нося этот грех на себе именно так эту позицию этот ритуал понимает апостол Павел неудивительно что об этом он пишет не где-нибудь а в послании к евреям потому что это очень очень тонкий момент я скажу вам самое сложное сегодня многие религиозные иудеи они ожидают храма они молятся кстати на емки пур одна из таких молитв господи восстанови храм чтобы мы могли снова там приносить жертву и самое сложно именно объяснить что эти жертвы они носили вот это священство жертвы это все было символы служения Иисуса и у Павла были такие же явно трудности поэтому он специально пишет послание евреям и вот что он говорит смотрите он говорит о том что я буду читать а он говорит о небесном святилище и здесь написано я читаю шестую главу с восемнадцатого текста дабы в двух непреложных вещах которых невозможно Богу солгать твердое утешение имели мы прибегшие взяться за предлежащую надежду которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннее за завесу куда предтечью за нас зашел Иисус сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека то есть видите как Павел здесь употребляет язык он говорит о внутреннем и о завесе человеку может быть сразу трудно это понять но речь здесь идет о устройстве святилища которое имело два отделения скиния имело два отделения святое в котором находились что помните что во святом находилось семисвечник что еще стол для хлебов предложение и жертвенник курения и святая святых а во святом святых ковчег заветок где заповеди и вот в эту скинию то есть простой человек мог дойти до жертвенника жертвенник находился во дворе а сама скиния вот этот сам шатер он был закрыт завесами и туда было зайти нельзя только священник мог зайти именно это делали священники грешник остался вот здесь у жертвенника принеся жертву а священники брали и заносили мясо жертвы внутренний двор и там они ели в односвятом месте тем самым нося на себя грехи и вот Павел говорит что вот в это внутреннее за нас вошел кто Иисус ставший священником по чину мелхиседека ну мелхиседек это там дальше он посланник евреям объясняет почему но это был священник бога всевышнего который существовал до того как Аарон родился то есть Аарон это брат Моисея а это времена Авраама то есть мелхиседек он не был по сути евреем но он был священником некоторые комментарии говорят что само слово мелхиседек это мелах цадик праведный царь кто этот праведный царь как его зовут и многие комментаторы считают что это никто иной а сын ноя сим он был священник может быть это отдельная дискуссия но суть не в этом кстати говоря в этом смысле оно красиво получается то есть Иисус стал священником который идет идет от самого допотопного поколения то есть в этом есть что-то такое интересное но вот это суть смотрите как еще апостол Павел в послании к евреям объясняет значение храма он говорит о том что есть ветхий завет и новый завет восьмой главе и естественно под этими словами он не понимает две части библии он говорит о том это единственный раз употребляется в библии слова ветхий завет именно ветхий но интересно что ни в коем случае это не говорится о книгах библии а Павел объясняет что за ветхий он говорит что ветхий ветшающий и стареющий близко к уничтожению евреям 8-13 но дальше он объясняет чтобы ни у кого не возникла идея что какая-то книга из библии выкидывается он объясняет говорит ветхий завет имел постановление о богослужении и святилище земное то есть ветхий завет это вот то земное святилище в котором дальше он описывает устройство как что было там ковчег херувимы золотая кадильница и так далее и он говорит я читаю 6 стиха при таком устройстве в первую скинию или вот это святое отделение всегда входят священники чтобы совершать богослужение вторую однажды в год один только первосвященник вот это однажды в год единожды раз девятый день седьмого месяца Йом-Кипур первосвященник заходил во святое святых для чего давайте сейчас посмотрим мысль куда Павел нас приведет и поговорим для чего что Павел говорит во вторую однажды только первосвященник и не без крови которую приносит за себя и за грехи неведения народа а дальше он объясняет сим святой дух показывает что еще не открыт путь во святилище доколе стоит прежняя скиня она вот это прежний старый храм есть образ настоящего времени то есть это все про образы и в одиннадцатом стихе он забивает гвоздь но Христос первосвященник будущих благ придя с большую и совершеннейшую скини не рукотворную то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов а с чей со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление видите на что указывали эти символы нам важно это понимать нам важно разобраться потому что читая Павла остаются некоторые непонятные моменты что значит один раз входил не прочитав о чем здесь пишется в книге левит мы до конца не поймем куда первосвященник входил один раз ну давайте посмотрим вернемся к нашему годовому циклу праздника мы говорили с вами о весенних праздниках и вот наступают осенние праздники так называемые дни трепета мы о них говорили в прошлую субботу когда звучит шафар и ожидается Божий суд почему что в это время происходит во святилище во святилище происходит важный ритуал первосвященнику все люди с замиранием сердца ожидают в этот день мы читали с вами смиряйте души ваши все находятся в трепетном ожидании потому что день начинается с того что первосвященник к нему подводят двух козлов одного козла приносят жертву за грех он называется козел для господа а другой козел и вот здесь интересно в украинской библии правильный переводу агиенка а в русской неправильный в русской козел для отпущения ну и в русском языке там ну то есть я не буду тратить время а в агиенка стоит для азазела знаете кто такой азазел если вы не знаете кто такой азазел то вам надо поехать в Израиль на центральный рынок который называется Махане Иуда на этом рынке я вам скажу это самый лучший рынок в мире потому что на нем такие фрукты которых вообще отборнейшие знаете манго в августе вот такого размера сладкие сладкие и вы знаете кто был может быть слышал там торговцы кричат во все горло 8 шекелей 8 шекелей манго но это как говорится он уже сбил на самый низ ему жужжно какой-то сделать себе навар за место не заплатит понятно ну находится какой-нибудь скупердяй подходит говорит я тебе 4 дам о если ну если бы сказал 7 может быть он бы еще и уступил на 4 это совсем уже и он тогда на него злится и кричит а иди ты к Азазелу понятно что такое Азазел к дьяволу то есть Азазел это дьявол по-еврейски это очень важно почему я об этом говорю ну что во многих церквах вам будут практически во всех христианских церквах вам будут рассказывать что козел для козел отпущения это Иисус представляете себе если мы понимаем что это не отпущение а дьявол получается Иисус это козел дьявола это богохульство но практически все не однако только адвентисты из всех христиан понимают что козел вот этот второй он имеет очень важное значение важное значение почему что делает первосвященник первосвященник сначала приносит козла в жертву за грех этот козел как вы думаете кого символизирует естественно жертву Иисуса окончательную последнюю жертву за грех после чего он берет кровь этой жертвы за грех проходит за завесу единственный раз в год вот в этот день ему это полагалось сделать проходит за завесу и кровью козла жертвы за грех он кропит аж на самый ковчег что это значит мы с вами только что посмотрели что когда первосвященник с кровью или с мясом жертвенного животного заходит во святилище он фактически несет на себе грех человека туда во святилище а кто обитает во святом святых на херувимах над ковчегом естественно на бог получается наши грехи заходят к самому богу кто-то может сказать какой кошмар как это святого бога мы пачкаем нашими грехами что это за бред но в этом нет бреда задумайтесь внимательно давайте представим себе ситуацию здесь есть медработники представьте себе ситуацию построили больницу сделали вложили миллиард долларов в операционную такое оборудование вообще все блестит а есть старый корпус перерезали ленточку ну какой-то там спонсор знаете какие сейчас организации что там против рака того против рака того у них есть фонды все и вот построили чтобы самой современной технологии оперировать вот эти раковые опухоли и приходит президент этой больницы и говорит знаете что это такая чистая операционная давайте мы закроем эти двери чтобы там все было чисто а так как эти раковые опухоли я уверяю вас раковая опухоль когда вырезается это она очень грязная она очень вонючая чтобы вот они не запачкали нам эти все новые инструменты столы давайте мы их будем на наших старых инструментах делать как вы думаете кому нужна такая операционная понимаете небесное святилище о котором говорит Павел что это не земное небесное это операционное в которой Бог вырезает из нас раковую опухоль нашего греха а в операционной много грязи когда идет операция и запах не совсем приятный а как по другому а как по другому лечить человека если кто-то идет в медицину то человек должен быть готов что пахнуть будет не очень хорошо и руки будут касаться не очень чистого да Бог точно так же Бог хочет взять и начать нас лечить Он хочет вырезать из нас раковую опухоль нашу чтобы ликвидировать его последствия святилище берет небесное святилище сегодня берет ответственность за и разделяет с нами бремя всего что у нас есть для этого оно построено для этого оно нужно и Бог призывает чтобы мы этим пользовались чтобы оно не стояло чистое блестящее золотом а чтобы оно давало нам пользу раз в год в этом святилище происходило в духовном смысле генеральная уборка почему скажите пожалуйста справедливо ли если я например что-то сделал принес жертву за грех и типа отдал священнику свой грех теперь священник носит его справедливо ли это как это может быть справедливо если виноват я а не он но давайте задумаемся и посмотрим на большую картину кто 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 является первоначальным и единственным изначальным вот так лучше сказать изначальным виновником всего злого что происходит нас кто понимаете это важно вот это что происходит дальше один раз в году первосвященник зайдя во святое святых кропя кровью жертвы за грех все грехи которые во святилище накапливались за год он забирал на себя для того чтобы потом выйти из святилища и сделать то что написано в книге левитр 16 глава и 20 и 21 текст совершив очищение святилища он приведет живого козла этого второго который для Азазеля и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых все преступления и все грехи их и самая главная фраза и возложит их на голову козла вот что происходит в конце Йом-Кипура происходит переложение окончательной ответственности за все зло на изначального виновника этого зла вот почему Йом-Кипур это судный день что задача суда найти виноватого задача суда вынести приговор и признать виновным и это происходит что происходит какое-то отношение имеет к нам сегодня самое прямое собрать самое прямое в книге Даниила восьмая глава и четырнадцатый текст дается прямое пророчество 2300 вечеров и утр и святилище очистится то есть дается конкретная цифра временная и у нас к сожалению сегодня нет времени это разобрать но мы обязательно на нее посмотрим я подготовлю проповедь но важно сегодня не поговорить о времени а важно поговорить что происходит то есть пророк Даниил он говорит о том что наступит момент когда будет совершено реальное очищение небесного святилища да не значит что небесном святилище мусор это значит что после того как Иисус занес своей кровью все наши грехи туда наступает время когда все наши грехи должны наконец лечь на голову того кто за них несет ответственность и самое главное как это может произойти это может произойти только так только в том случае если мы их отдадим понимаете если мы их не отдадим это все к нам не относится если нам нравится наш характер если нам нравится жить так как мы живем иметь пристрастие пороки нам они нравятся мы так любим наш порочный характер мы не хотим это отдавать мы не хотим от этого очищаться тогда они с нами останутся все это к нам не относится если мы хотим чтобы это к нам относилось если мы хотим чтобы эти грехи были сняты с нами чтобы мы почувствовали себя свободными от этого чтобы мы зажили по другому вечности то нам надо это сделать и вот что такое емкий пор это последняя возможность это последняя возможность почему потому что когда Иисус это переложит грехи на сатану будет уже поздно это все это будет закрыта дверь благодати но пока этого еще не происходит что происходит сегодня апостол Иоанн видел этот день в книге откровения 11 глава он в 19 стихе он очень красиво записал эти слова что он видел и отверзся храм божий на небе и явился ковчег завета то есть Иоанн видел как должен был первосвященник войти во святое святых и если пророчество верно и если наши исторические подсчеты верно то мы живем уже в такое время когда первосвященник наш Иисус находится там потому что если 2300 вечеровый утр все там даты посчитать я вам подготовлю специально время чтобы мы могли убедиться и посмотреть как все считается в пророчестве то это событие произошло 166 лет назад 1844 значит Иисус там значит что он уже сейчас крапит своей кровью на ковчег завета значит что он уже сейчас в любую минуту может сделать шаг назад и выйти из святилища кстати говоря Иоанн и об этом показывает Иоанн говорит в 15 главе по прошествию некоторых глав книги Откровения он пишет здесь в пятом тексте и взглянул я и вот отверстия храмские несвидетельства на небе то есть Иоанн нам фиксирует в своей книге апокалипсис момент входа Иисуса во святой святых и момент выхода уверяю вас момент выхода очень нелегкий после этого Бог начинает изливать семь чаш гнева своего на землю после этого говорить о каком-то покаянии уже поздно сегодня этого еще не происходит сегодня это еще не поздно сегодня у нас есть возможность мы пользуемся этим моментом мы понимаем что вот этот день который каждый год настает уже сегодня нет первосвященника уже сегодня нету земной скинии но мы знаем что уже сто шестьдесят шесть лет наш первосвященник Иисус находится во святом святых вот об этом мы думаем думаем для того чтобы решить для себя исследовать почему я сказал в начале этой недели исследования и молитвы давайте поисследуем себя давайте поисследуем Божий суд он есть в отличие от синагоги где через час все будут радостно идти домой и многие забудут о том что только что они очистились от грехов нам об этом забывать не следует ни завтра ни послезавтра ни через год этот день для нас не для того чтобы совершить какой-то ритуал после которого мы чувствуем себя хорошо а этот день для нас чтобы посмотреть Библию и посмотреть нашими духовными глазами в небо и задуматься а есть ли что-то в нас есть ли что-то в нас еще что мы должны отдать Иисусу и есть ли что-то о чем мы должны сегодня сейчас просить Иисуса избавить нас и если это есть то надо это делать и если мы этого не знаем то надо просить Бога чтобы Он нам это показал ибо вот эти слова которые мы читали в этот день очищают нас это было символическое и в этот день и вчера и завтра даст Бог Иисус пока стоит и очищает нас но когда закончится это очищение мы не знаем поэтому медлить нам нельзя и поэтому я хочу пригласить всех вас о том чтобы мы молились и каждый из нас чтобы имел может быть какую-то минуту тихой молитвы и чтобы просил Бога показать что есть у нас такое от чего нам нужно избавиться что нам нужно с себя снять помолимся Господу если у кого-то есть желание даже можно на колени ставить наш Господь Владыка Вселенной мы приходим сейчас к тебе в чистоте сердца нашего потому что мы понимаем что ты даешь нам еще шанс ты даешь нам шанс задуматься о себе о нашем характере снять с себя все недостатки Господи ты это делаешь сегодня и мы благодарны тебе мы понимаем что сатана ходит как рыкающий зверь грозясь кого поглотить он ходит и толкает нас на грех но мы нуждаемся в тебе спасители нашим мы хотим сейчас в наших мыслях течение этого короткого может быть времени каждый отдельно сказать тебе что только ты ты знаешь это но мы хотим признать тебе и мы сейчас это сделаем в течение 1-2 минут мы будем иметь тихую молитву чтобы каждый себе поговорить с Богом о себе и о своем состоянии и о том что это первое , что он . и он славы и смысл и он и он он и он и он и он Отчасти нас, Господи, от грехов наших, внеси наши грехи во святилище Твое, пока не поздно. Мы хотим передать этот груз Тебе и взять иго Твое на себя, ибо Твое иго чисто и легко, а нам от Своего нужно избавиться. Сделай нас свободными и чистыми, как Ты обещал об этом. Если будут грехи наши, как багряные, как снегу белеть. Об этом наша молитва к Тебе. Во имя пролитой Твоей крови на Голгофе. Аминь. Дело в том, что в этот месяц, как и в христианстве, так и в иудаизме, отмечается праздник Пятидесятница. И это очень интересный праздник. Он намного менее известный, чем Пасха, например. Но, тем не менее, это важный праздник. И что мне бы хотелось сделать в этой серии богослужений, которые мы хотим иметь сегодня, а также 30 мая, через две недели, мы хотим поговорить о важном смысле того, что является, чем является Пятидесятница в наше время, чем она является, как для иудеев, так и для христиан. И я сегодня хотел предложить вам такое интересное, можно так сказать, духовное упражнение. Мы очень часто говорим проповеди, но не так часто читаем Священное Писание. В Библии есть пять небольших книжечек, которые всегда были в таких небольших свиточках. И эти книжечки как раз читались во времена праздников. Например, эти пять свеклинь книжечек – это «Песни песней», «Руфь», «Плач Еремии», «Экклезиаст» и «Эсфиль». И вот эти книжки, они читаются как раз в такие вот праздничные, можно так сказать, времена. Например, «Песни песней» читается на Пасху, а «Руфь» читается на Пятидесятницу, «Экклезиаст» читается на День Судный. И сегодня я бы хотел, чтобы наше богослужение, мы бы изучили книгу «Руфь». Она коротенькая, она четыре главы всего занимает. И мы будем читать, Рошель нам будет давать по речтении музыкальное сопровождение, а потом по каждой главе мы будем иметь небольшое рассуждение с подведением таких итогов. Вот, я хочу сейчас пригласить Рошеля и Ольгу, чтобы Ольга нам прочитала первую главу книги «Руфь». «Руфь» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек, Лена Иудейского, со своей женой и двумя сыновьями своими, жить на полях Муаминских. Имя человека того — Элимелех, имя жены его — Ноемиль, а имена двух сыновей его — Махлот и Хилион. Они были и профяне из Лена Иудейского. И прошли они на поля Муаминские и остались там. И умер Элимелех, муж Маймелех, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Магритянок, имя одной — Орфа, а имя — другой — Руд. И жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлот и Хилион, умерли. И осталась она женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Муаминских. Ибо услышала на полях Муаминских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила. И обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Мудейскую, Но имя не сказала двум с ногам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершим и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловали их. Но они подняли Богу и папу, и сказали, «Нет, мы с тобою возвратимся к нам, как твоему». Но имя не сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, Пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я ей сказала, есть мне еще надежда. И даже если б я с сию же ночью была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам не идти походить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли гопыль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с ней. Но имя сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своим и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ мой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я уходу погребена будет. Пусть и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна, да, значит, у меня с тобой. Но имя, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли они обе, так и ли не пришли Руфлеем. Когда пришли они Руфлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Но имя?» Она сказала ей, «Не называйте меня Руфлеем, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую гость. Я вышла отсюда с доставка, а возвратил меня Господь после ее руками. Зачем называть меня на Луфлеем, когда Господь заставил меня страдать и Вседержитель послал ее счастье, и возвратилась на Луфлеем к снею снаха Ерунтова и Тянка, пришедшая из Палеку Алицкина, и пришли они Руфлеем, сначально жажда и тяжестью. Это интересное вступление. Возможно, не до конца мы его поймем, пока не погрузимся в ту обстановку историческую, которая имела место в то время. И здесь, конечно же, очень важно нам понимать некоторые особенности еврейских имен. Посмотрите, как звали этих людей. И когда мы понимаем, как этих людей звали, тогда нам становится понятен весь драматизм истории. История очень драматична, так как ее описывает автор. Скорее всего, это был пророк Самуил. как вы помните, звали отца семейства? Эли Мелех. Эли это значит мой бог, а Мелех это означает царь. То есть человек с таким именем живет где? Где он конкретно живет? С Бетлехами. Бетлехом это означает дом хлеба. И вот этот царь, вот этот человек с таким именем берет свою жену, своих детей и покидает при первом же таком, ну, было явное такое экономическое какая-то неурядица, он покидает Бетлехом, он пересекает реку Ярдан, и он оказывается в Муаве. Муав это сегодняшнее государство Иордания. Я не знаю, представляете ли вы сегодня это государство, но скажу вам одно. Иорданцы сегодня это арабы, они очень такие радушные, гостеприимные люди, хорошие, приветливые, но у них есть одна беда. В этом государстве вообще нет воды. То есть там засуха за засухой. Фактически этот Эль-Мелех со своей семьей пошел из дома хлеба в дом страшной беды и страшной засухи. И это показывает как звали его детей. Заметили? Тут эти детали они играют роль. Махлен и Хиллион. Я не могу подобрать хороший русский красивый перевод этих имен, но на украинском это звучит как хворый это слабый. Вот. То есть это можно так сказать самоисполняющееся пророчество. И что они делают? Они вливаются в это языческое общество и они оказываются частью его. Почему? Потому что они берут себе уже местных жен, язычниц, неверующих и как говорится происходит плохая ситуация. Что с этими двумя хворым и слабым случается? Они умирают. и тот кого Господь есть царь, да, вот человек с таким именем, он тоже умирает. И что происходит? Происходит в жизни трех женщин большая катастрофа. Я должен объяснить юридическую систему того времени, чтобы вы понимали. Дело в том, что на Ближнем Востоке женщина не является юридическим лицом. И поэтому ни одно дело женщина сама не может решать. Ее всегда обычно представляет либо ее отец, либо ее муж, либо ее старший брат, либо ее сын. у этих трех женщин нет ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого. То есть хуже ситуации, в которую попали эти три женщины, очень трудно себе представить. То есть они абсолютно никак не способны самостоятельно выжить и прожить. И вот такой ситуации они обречены на полное такое жуткое прозябание. То есть поэтому всегда заметьте, говорят, заботьтесь о вдове и о сироте в Библии, да? Потому что это самое такое тяжелое положение у человека, вот, потому что бездетная вдова это практически юридическое лицо, ей некому представить. Она не может иметь собственности, она не может наследовать, она не может по-нормальному ничего продать, она ничего не может. Все, что касается с документами, ее не могут нигде, как говорится, выслушать. Поэтому вы помните у Иисуса есть притча о вдове, которая стучалась к суде. И фактически история этой притчи, она связана, да? Вдова стучится к суде, у судей, судья не может принять вдову, женщину, он не может принять, он должен говорить либо с ее мужем, либо с тем, с другим, не с кем говорить. Но она продолжает стучать, и в конце концов судья ее выслушивает. Но мы видим, как на этом показывает Иисус, если даже в такой ситуации, когда судья выслушал эту бедную несчастную вдову, но тем не менее, то насколько больше ваш бог может услышать вас, то есть неужели ваш бог такой глухой, как этот судья, который откликнулся, вот, и вот такая ситуация, и вот эта наеми, наеминь, она идет назад, пытается вернуться в свои родные края, хоть чтобы там умереть, но что делать с ее невестками, у них есть только одна надежда, что может быть кто-то их возьмет замуж здесь, в Маве, куда их брать в землю израильскую, что им там делать, и она прощается с ними, но есть две невестки, одна по имени Орфа остается на родине, а что говорит Русь? Смотрите, как Русь, и заметьте, как это все формулируется, она говорит своим невесткам, говорит, ступайте вы обратно в дом матери возвращайтесь к своему народу и к своим что? Богам. Что говорит Русь? Находясь вот в этом таком ужасном положении, полностью безнадежно, вот эта женщина, язычница, которая не получила никакого благословения, выйдя замуж за мужа еврея, при всем этом она говорит своей невестке что? Куда ты идешь? Туда я иду, твой народ мой народ, твой Бог мой Бог. Что эта женщина делает? Посмотрите. Это очень важный текст. И мы поймем, как она связана с Пятидесятницей чуть позже. Но что этот текст говорит нам? Этот текст фактически показывает нам очень интересную особенность спасения в Ветхом Завете. Что очень часто есть такое утверждение, что, дескать, в Новом Завете это для всех, а Ветхий Завет там спасались только евреи. Таруф не еврейка, она мавитянка. Но она принимает решение присоединиться к народу Божьему. И это для нее нелегкий шаг. Но она понимает в своем положении, что боги мавитские ей не помогут. Она ищет Бога, который ей поможет. И она верит, что бог Авраама Исаака Якова, сотворивший небо и землю, единственный реальный бог в этом мире, он способен ей помочь. Давайте посмотрим, как дальше развивается событие. Если кто-то имеет желание прочитать нам слух вторую главу книги Руфь, будем вслушиваться в содержание богодухновенных слов. Наимине был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Волос. И сказала Руфма Абитян Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочка. Она пошла и пришла и подбирала поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля лежала в обозу, который с племенем Елемелехова. И вот, Волос пришел из Елема и сказал женицам, Господь с вами, они сказали им, да благословить тебя, Господь, и сказал Волос в слуге своему, представленному женицам, чья это молодая женщина? слуга, представленный женицам, отвечал и сказал это молодая женщина, моя битянка, пришедшая с наименем вуз полей Моавитски. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снобами и посадежной зоны. И пришла и находится здесь у самого с с утром до с с м мало бывает она дома. И сказал его взрослый, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь петь, иди к засудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пал на лицо свое и поклонилась на земле и сказала ей, чем я снисткала в глазах твоих милости, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка. Гос отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для святови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое и добудет тебе полная награда от Господа Бога Израильного, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала, да буду я в милости предощами твоими господин мой, утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабы нет твоей. И сказал ему полос, время обеда, прийди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твоих губц. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, и она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Полос дал приказ слугам своим, сказал, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, и да от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранно, и вышла около ех и ещем лет. Взяв на это, она пошла в город и свекровь ее дала ей то, что оставила наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, где ты собиралась сегодня, где работала, да будет благословен принявший тебя. Руха объявила свекрови своей, у кого она работала и сказала, человеку тому, которого сегодня отработало имя Ваос, и сказала наимей снахес благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых и мертвых. И сказала ей наимей человек этот близок к нам он из наших родственников. Рух моя ведьянка сказала он даже сказал мне будь с моими служанками доколе не докончит они жад вы мои. И сказал наимей снахес свои руки хорошо дочь моя что ты будешь ходить со служанками его и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она женицы и желал после крови своей. Здесь в этом тексте мы видим почему книга Руфь связана с праздником Пятидесятницы. Слово Пятидесятница или на русском это праздник Седмиц впервые появляется у нас в книге Исход 23 глава и в книге Второзакония 16 глава мы даже на субботней школе говорили о том что это один из праздников в который израильский народ совершал паломничество в дом Божий по окончании урожая. То есть мы видим что как раз Русь и Наимень появляются в Вифлееме вот в этот как раз период когда прошла Пасха и началась Пятидесятница для того чтобы понять что здесь происходит нам нужно немножечко знать законы Моисеева ветхозаветний закон Торы Дело в том что закон очень интересный про Пятидесятницу он записан у нас в книге Левит 23 глава где говорится о том что нужно считать от времени когда сжинается первый сноб ячменя 7 полных недель и тогда будет еще одно торжественное собрание в храме и тогда написано приносите возношение радуйтесь перед Господом приносите жертву Господа приносите уже два кислых хлеба это уже из новой закваски как говорится все это нужно было сделать но есть одна очень интересная деталь книг это постановление о пятидесятнице оно заканчивается следующими словами из Левит 22 23 глава 22 стих написано когда будете жать жатву в земле вашей не дожинай до края поля твоего когда жнешь и оставшегося от жатвы твоей не подбирай кому это должно остаться бедному и пришельцу оставь это видите как Господь уже в самом начале устанавливает систему взаимопомощи но очень интересная система взаимопомощи обратите внимание как здесь сегодня работают все основные системы взаимопомощи суп делают сделали суп сделали сандвич пришел бездомный ему все накрыли ушел как Бог говорит пожалуйста приди в чужое поле пожалуйста приди возьми серп нарежь сам себе того чего тебе надо сам перемоли и сам себе сделай хлеб если у тебя не хватает с тобой поделятся но никто тебе по библии сандвич готовый делать не будет сам должен уметь себя обслужить и вот то что Руф делает оно как раз идет по этому закону оно идет как раз Руф понимает что в этот момент урожай хороший да они поэтому вернулись и вот она начинает идти подбирать по краю поля но вооз кстати что знаете как переводится имя вооз в нем могущество то есть это явный богатый человек то есть вооз он берет и говорит ей ей когда рассказали что это Руф она иностранка ну я скажу очень часто когда чужой человек чужестранец знаете подозрительное отношение но как вооз реагирует он наоборот принимает и говорит молодец что при всем этом то есть это воозу очень сильно импонирует и что он делает он ей дает намного больше чем обычно предлагается то есть он говорит ты не иди по краю и по колоскам собирай ты иди прямо за жнецами знаете это ну в то время это же тоже очень много остается в свое время даже у нас на Украине все эти колхозы там как у нас смеялись 40 лет без урожая нас школьников да брали с ведрами вытаскивали на эти поля и вроде комбайн проехал а там этой картошки в этом поле и мы пошли собирать эту картошку то есть а в то время где комбайнов нет можете себе представить сколько после жнецов остается ну и представьте себе это же не то что мы пионеры понимаете сытые мы не хотим работать она голодная это ей ее то что она потом целый год будет есть со своей свекрови то есть мы видим ей вооз оказывает большую милость более того что он делает представьте себе это жара 40 градусов и что он говорит иди пей с работниками и самое главное приглашает ее к обеду кстати говоря по русски написано макайте хлеб в уксус уксус это немножко неправильный перевод еврейского слова хамец это хумус знаете что такое хумус типичная ближневосточная еда хумус это паста сделанная из такого граненного гороха ну нахут некоторые говорят горох нахут как угодно в общем она из нахута сделана да оно вкусное питание а хлеб который там тоже это пита видели питу вот это самая древняя библейская еда здесь книги Руф нам описано это фактически впервые в Библии вот это библейский хлеб как он выглядит вот и мы видим что через вооза Господь начинает действовать и отвечать на то есть Руф делает этот трудный шаг да на пути Господа для нее это противоестественно она она не еврейка она мавитянка она совершенно другого народа вот это вот оставить свою страну зная не зная что ей будет тут хоть как ее дочка сестра ну орфа другая как говорится другая сноха на имени она испугалась она не пошла Руф пошла и первые ростки можно так сказать и буквально благословений что Господь отвечает ей на ее стремление к нему мы видим давайте мы продолжим читать прочитаем третью главу книги Руф кто у нас желает почитать ну пойди почитать и сказала и найми свекровью дочь моя не поискать тебе пристань еще чтобы хорошо было вот пооз с служанками которого ты была родственник наш вот он в эту ночь веет над гурнами чмей помойся помашься надей на себя нарядные одежды твои и пойти на звенах но не показывались ему доктор не хочет поиски пить когда он ляжет спать узнай место где он ляжет когда придешь и откроешь у ног его и ляжешь что он спать куда ты что ты делаешь Руф сказала мне сделай все что ты сказал мне и пошла на гульна и сделала все так как приказывала я свекровью пооз наелся напился и развеселиться сердце свое и пошел и лег спать под лес кир и она пришла тихонька открыла ног его и легла полночь он собрагнулся приподнялся и вот у ног его лежит женщина и сказал его кто ты она сказала я раба твоя простри крыло твою на работу твою и потуй родственник его сказал благосновенно ты от господа дочь моя это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего чтобы ты не пошла искать молодых людей ни бедых небогатых итак дочь моя не бойся я сделаю тебе все что ты сказала ибо у всех ворот народа моего знает что ты женщина добродетельная хотя и правда что я родственник но есть еще родственник ближе меня переночует ночь завтра же если он примет тебя то хорошо пусть примет а если он не захочет принять тебя то приму я шибко спит до утра и спала она урог его до утра и встала прежде нежели могли они распознать друг друга и сказал лос пусть не знали что женщина приходила на луна и сказал ей подаверь одежду которая на тебе подержи ее она держала и он отбирил ей шесть мереч меня и положил на ее и пошел в город арух пришла к секрету своей а сказала ей что дочь моя она пересказала ей все что сделала человек и сказала ей не шесть мереч меня он дал мне и не ходи к свекрови с пустыми руками она сказала подожди дочь моя на корне узнаешь чем хочется дела ибо человек тот не останется в покое и кончет сегодня дело здесь начинается небольшое романтическое отступление и это хорошо видите в библии мы имеем разные жанры разные рассказы разные моменты не все в библии такие как говорится как елена уайт писала холодные как мраморные статуи это очень хороший пример такого романа можно так сказать который завязался но тут его нужно понимать потому что он отношения и культура они отличаются от того к чему мы привыкли воспринимать понимаете в то время на свидание не ходили а из контекста мы видим что вооз был явный старый холостяк а старые холостяки ну я знал нескольких это нелегкие мужчины а крепкие орешки и поэтому явно как говорят по-английски наеми замечают что между воозом и руфию срабатывает химия и она решает немножечко подбросить как катализатор катализатор вот немножечко чтобы химия разгорелась но не все так плохо не подумайте плохо что Библия нас тут чему-то плохому учит потому что есть два момента первый момент мы знаем что вооз обрадовался хорошему урожаю и что он сделал он немножко развеселился и естественно уснул ну то что читаем то читаем буквально она села у его ног естественно она ничего плохого не делала но когда вооз проснулся что он подумал он подумал естественно а что же я наделал ну естественно он понимает что надо решать проблему в чем проблема проблема в том что тут дальше начинаются все юридические вопросы а юридический вопрос такой второзаконие 22 глава говорит нам о том что если молодой человек соблазнит девушку и решит поспать с ней то он обязан ее отцу заплатить штраф и обязан на это если эта девушка не обручена если она обручена и это не изнасилование то их обоих побивают камнями но это другой случай а здесь мы уже касались этого вопроса когда говорили про ситуацию с Йосифом что Йосиф сделал с Марией он же Марии грозило побиение камнями а здесь закон такой однозначно если молодой человек это сделал и соблазнил девушку обязан платить штраф обязан жениться и не имеет права развестись ни при каких обстоятельствах не имеет права развестись все это как говорится закон в чем проблема Ваоза нету отца девушки нету никого и вот эта юридическая проблема очень серьезная понимаете в то время нету такого как сегодня стал на колени подал колечко и говорит женись на мне чтобы оформить в то время брак вообще с женщиной не говорят о браке говорят с отцом женщины с отцом невесты говорят здесь если заключить брак то отец невесты и жених подписывают брачный договор вот это является официально узаконенный брак а тут не с кем подписать понимаете даже если она вдова подписывает и отца уже нет подписывается с братом аруф что делает она же оставила свой дом то есть вооз не может идти в маа выскать ее отца потому что она уже была замужем то есть все отца уже юридически нет брата нет никого нет как он ей сделает предложение это юридическая можно так сказать яма это юридическая проблема и поэтому вооз конечно старый холостяк но наимень понимает что нужен какой-то катализатор чтобы вооз будучи авторитетным человеком в городе будучи богатым и уважаемым чтобы он приподнялся немножечко на ноги и пошурупал мозгами и нашел все-таки если ему нравится эта женщина нашел способ решить юридическую проблему что ж давайте прочитаем четвертую главу последнюю чтобы понять как вооз как эта юридическая проблема решается и какая у нас наступает развязка кто у нас хочет почитать вооз вооз вышел к воротам и сидел там и вот идет мимо родственник о котором говорил вооз и сказал ему вооз сяди сюда и сядь здесь тот зашел и сел вооз взял десять человек из царейшин города и сказал сядьте здесь и они сели и сказал вооз родственнику наимин возрастившийся с полей моавицких продает часть поля принадлежавшую брату нашему или мелеку я решил довести до ушей твоих и сказать купи при святях здесь и при старейшинах народа моего если хочешь выкупить выкупай а если не хочешь выкупить скажи мне и я буду знать ибо кроме тебя некому выкупить а я по тебе тот сказал я выкупаю он сказал когда ты купишь поле у наимине то должен купить ее урухли моей тяньки жены умершего и должен взять ее в замужество чтобы восстановить имя умершего в уделе его и сказал тот родственник я не могу я взять ее себе чтобы не расстроить своего удела ими ее ты ибо я не могу принять конечно такой был обычай у Израиля при выкупе и при умении для подтверждения какого-либо дела один снимал за бок свой и давал другому и это было свидетельством у Израиля и сказал тот родственник волосы купи себе и снялся полк свой и сказал волос старечному и всему народу вы теперь свидетели тому что я покупаю у наимине все или мелехова и все хелонова и махлонова так же ирух мою витянку жену махлонова беру себе в жену чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между браками его и у ворот вместо пребывания его вы сегодня свидетели тому и сказал весь народ который при воротах и старейшины мы свидетели да саделает Господь жену входящую в твой дом как Рахиль и как Лию которые обе устроили дом Израиля приобретай богатство в Эфрафе и да славится имя твое битвием и да будет дом твой как дом Фареса которого родила Фомарь Иудия от того семени которое да себе Господь от этой молодой женщины и взял его срубь и она сделалась его женой и вошел он к ней и Господь дал ей беременность и она родила сына и говорили женщины наемили благословен Господь что он не оставил тебя мире без наследника и да будет славно имя его Израиль он будет тебе отрадою и питателем старости твоей ибо его родила сноха твоя которая любит тебя которая для тебя лучшей семьи сыновей и взяла наимень дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькой соседки наеки ему имя и говорили наимень родился сын и наеки ему имя Авид он отец Месея отца Давидова Развязка этой истории наступает очень быстро Ну объясню немножечко опять же как все закручивается юридически Дело в том что есть такой закон во книге второзакония 25 глава в ней написано так с пятого текста Когда братья живут вместе и один из них умрет не имея у себя сына то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого но деверь ее должен войти с ней и взять ее себе в жену и жить с ней первенец которого она родит останется с именем брата его умершего чтобы имя не изгладилось в Израиле это называется юридически левератный брак но проблема в том что от Руфи у Руфи нету даже такой возможности той ситуации в которой она находится что такое левератный брак я объясню потому что иногда кажется что это пропаганда многоженства здесь речь не идет о многоженстве речь здесь идет о защите прав о вдовевшей женщины бездетной почему представим себе ситуацию когда у отца два сына написано два брата живут вместе женится старший и есть у него еще неженатый брат так что происходит когда женится старший ну вернее в любом случае если два брата в доме то старший получает две части младшей одну часть и так чем больше братьев тем оно дробится но всегда идет по убывающе если три то соответственно там уже получается пять четыре части и так далее в любом случае идет дележка наследства по старшинству когда если умирает старший брат он неженатый наследство что происходит переходит к следующему но если он женатый получается ситуация о которой мы говорили если он женатый и у него есть дети то две трети все равно достаются его детям но если он женатый и у него нет детей тогда проблема тогда эта бедная вдова лишилась только что своей части в семье так на ближнем востоке происходит но закон торы запрещает это делать он защищает вдову и говорит ни в коем случае ты не должен отпускать и отпускать невестку на сторону ты должен взять своего младшего брата и чтобы младший брат женился на невестке но младший брат все равно не является наследником внук является наследником то есть это справедливый закон если вы помните историю с Иудой вы помните когда умер старший брат Иуды Ир то Фомарь вышла замуж за Онана среднего брата а Онан не хотел иметь от нее детей потому что понимал что он не получит наследство что поразделал Бог с Онаном он его убил за это потому что Онан поступал несправедливо Бог защищает в Библии небеззащитных Что у Руфи Руфи проблема Во-первых она у них нет ни одного мужчины Вы помните Наиминь говорит о том что что вы со мной идете У меня нет больше детей Даже если я выйду замуж и рожу прямо сейчас это еще 20 лет ждать Что вы со мной идете Но вот как поступает Боас Здесь конечно очень такой я бы сказал еврейский ход Он создает искусственно ситуацию при котором два брата то есть при котором на территории в жилище на собственности где находится вдова оказывается родственник То есть что он делает Он не самый близкий родственник есть еще один близкий родственник Он прекрасно понимает что если он придет близкому родственнику скажет иди женись на Руфе получится та же юридическая ситуация С кем заключать брачный договор не с кем но он предлагает своему этому более близкому родственнику купить землю умершего Элемелеха что происходит ну это как бы обязанность земля должна быть в клане не может стоять пустовать и что вот как раз здесь мы видим он в данном случае как мужчина в семье представляет интересы Наимине он садится у ворот ворот это место где происходит суд он собирает старейшин города и говорит я представляю интересы Наимине а Наиминь хочет продать